ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Было бы идеально 903-797-6333, но 730-101 сейчас мы обсуждаем. Давайте с вами все-таки пообсуждаем, как вам там все-таки живется. Если вам стало житься лучше, шире, глыбже, это было бы прекрасно. Дозвонитесь нам, скажите 730-101, префикс 495, потому что мы выслушиваем любое мнение. В данном случае нас интересуют социально-экономические показатели в первую очередь, потому что рубка Чай-Курильские острова и Чай-Крым мы сейчас в эфире устраивать между вами не будем, потому что мы хотим, как говорится, перейти на сухие цифры, пожалуйста, 903-797-6333. Сразу слушатели переводят речь на человеческие и пишут, что взаимосвязь в том, что все привозное, все понятно. Хорошо. Дарья Ассанна, может быть, я не проснулся. Я, когда тебе читал, тебе не показалось, что в моей речи... Это моя была речь, это не Владимир Владимирович, что что-то не очень связанные предложения были между собой. Это в моей речи. Я еще раз говорю, это в моей речи. Я сейчас на себя вызываю огонь. Тебе не показалось, что я... Показалось. То есть это не только мне показалось, что в моей речи, это никакое отношение, что есть несвязанность в... Особенно это связано, это не с санкциями совсем, это связано... Подожди, давай еще раз, значит, ребят, прямая цитата... Связано это не с санкциями совсем, это связано с уровнем развития хозяйства в Крыму, вот с чем это связано. Вот. Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень. Это ведет, во-первых, к транспортным издержкам, во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и так называемых фирм-прокладок. Они наворачивают на этом, зарабатывают. Если не использовать какие-то правоохранительные методы, они, как правило, неэффективны, то здесь только один способ улучшать транспортную доступность, и, надеюсь, это произойдет после того, как полностью заработает Крымский мост, включая его железнодорожную составляющую. Но ты знаешь, если... Кто на ком сидел? Если брать вот этот перевод от наших слушателей, что действительно все привозное, а тут такие цены, то, ребят, исходя из надежды, что... Не бывает, не будет. Все будет нормально, когда заработает Крымский мост. Если надеяться только на это... Так опять будет все привозное. Так о том и речь. Это значит, что продолжат все только привозить. Те же яйца только в профиль, только будут перевозить по железной дороге, а не автотранспортом, при том, что привозить по железной дороге не всегда дешевле с учетом наших тарифов РЖД, извините. Поэтому рассчитывать, что какая-то территория, неважно, будет это полуостров, Крым или еще что-то, вдруг ни с того ни сего начнет себя каким-то образом автономно прокармливать, Нет, я понимаю, не любовь к так называемым прокладкам. Но я дико извиняюсь, это нифига не прокладки. В товаропроводящей цепочке есть такие вещи, которые называются хабы, логистические. Вот регулярно я слышу такую историю, что есть некий фермер, который должен поставлять в розницу. Вот это тот же самый посыл. Нет, не должен. Потому что должен существовать и во всех странах мира. Существуют так называемые хабы логистические, которые строятся на частно-государственном партнерстве. Когда фермер никуда ничего не возит, а ему ставится вот этот хаб, где сосуществует три вида логистики. Транспортная, складская, комплектовочная. То есть переработка и, по сути дела, вывод на некий стандарт. И только после этого этот распределительный механизм доставляет куда-то. Это и есть эта прокладка. И в данном случае, когда эти кто-то что-то там накручивают, да не кто-то что-то, а есть широкий ассортимент, который нужен жителям Крыма. И поскольку там есть квант поставки не вагона, а существенно меньше, то есть компании, которые сформируют в вагоне большое количество пол-палетки и туда доставляют. Вот что делают эти так называемые прокладки. Я сейчас послушала и думаю, господи, как же бедная Греция с их количеством островов. Бедняги справляются с этой проблемой. И с вертолета сбрасывают. Я что-то не заметила там проблем? Там тоже проблем нет. Да нигде нет этих проблем. 903-797-6333. Пишите нам, мы хотим понять именно социально-экономические показатели от жителей Крыма. Просто хочется узнать действительно. Ну и 730, 101, это телефон прямого эфира. Но пишите. Цифры очень хочется прочитать. Прям вот жажду. Что пишут? Валерий Истула нам пишет. Наблюдал, бывало, Канарские острова. Никаких мостов. Всего на островах завались. Паромы, паромы. Еще раз паромы. Пишут, что в Крыму нет достаточного количества воды для сельского хозяйства. Кстати говоря, эту проблему Владимир Владимирович тоже пообещал решить. Ильну Рассказани пишет, что из-за санкции крупной компании, в Крым не заходят. Как итог, отсутствие рыночной конкуренции и рост цен. Ну, рыночную конкуренцию там никто и не будет устраивать как таковую. Тут 730, 101, доброе утро в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Вы сказали, во всем мире фирмен должен поставлять хабы, должны поставлять хабы. Во всем мире, наверное, фирмен существует. А что у нас? А, ну это да. Нет, ну согласен, да. У нас колхозы, которым лучше из бюджета соснуть чего-нибудь, там на дотациях, на чем-то еще. Желательно, чтобы в колхозе родственник или кто-то работал в администрации, или это номинальный колхоз, есть чего. И зачем, о чем тогда мы говорим, о каких хабах? Вот прослойки будут виноваты. Им же нужно кого-то виноватым сделать. Ну, прослойки просто, это такая, спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. Просто прослойки, такая фигура речи постоянно, которую я слышу, и уже слышу последние там действительно 20 лет, все время какие-то прослойки, какие-то спекулянты. Хочется, правда, их каждый раз посмотреть. Потому что у каждого так называемого спекулянта есть какой-то функционал. И этот функционал он исполняет. Сейчас я тоже на рынке, например, плода овощной продукции, колхоз или неважно, фермер поставляет, и регулярно такая речь идет. Вот приезжают некие там армяне, вот почему-то с национальным таким подтекстом, и скупают продукцию, простите, они выполняют важную логистическую функцию. Причем, более того, помимо логистической функции, они выполняют финансовую функцию, потому что они выкупают этот товар. Они не как розница, которая возьмет на отсрочку, соответственно, этот товар попозиционируют, а потом еще надо с ней как-то разбираться, а выкупают в живые деньги. А деньги стоят денег, и время стоит денег. Ну, это вот мы сейчас так, зачитывая речи, заучивая речи Владимира Владимировича на ночь, на подкорочку, чтобы потом отлетало от зубов. Мы просто пытаемся, соответственно, понять, что же там происходит в Крыму. Ну, мы позвонили человеку, который разбирается в этом существенно лучше, чем мы, председателю редакционного совета сайта «Русская идея», доцента факультета философии МГУ Борису Вадимовичу Межуеву. Борис Вадимович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот смотрите, Владимир Владимирович у нас доехал до Крыма, рассказал, что там цены высоки, потому что сельское хозяйство не развивается. По вашим оценкам, как вообще территория Крыма, как ее возможно развивать? Какая бы должна была быть экономическая программа, чтобы развить Крым как таковой, если в ней есть хоть какая-нибудь логика? Ну, знаете, помимо совершенно очевидных вещей, связанных с развитием туризма, я думаю, действительно, тема сельского хозяйства, виноделия является приоритетной в том случае, если удастся решить проблему с водоснабжением. Насколько я понимаю, так сказать, погрузившись в эту тему, проблема с водой является... Кстати, она там поднималась на встрече Путина с общественностью, является главной, потому что, действительно, еще в 2014 году, после прекращения водоснабжения со стороны Днепра, то есть со стороны материковой Украины, произошло серьезное падение сельского хозяйства, в частности, даже некоторые культуры, по-моему, там обработка риса, в частности, резко пострадала. Поэтому, я думаю, если удастся эту проблему решить, то, я думаю, и проблема сельского хозяйства, и проблема рекреации для Крыма будет основной. Ну, я не думаю, что следует ожидать появления там каких-то больших индустриальных комплексов, вот, по крайней мере, в ближайшее время. Поэтому, я думаю, вот эти два направления, виноделие, сельское хозяйство, рекреация являются все-таки главными для Крыма. С Севастополем немножко другая ситуация, там все-таки большую роль играет судостроение, возможно, приборостроение, если все будет нормально. Но вот, пожалуй, именно так. Борис Вадимович, знаете, вот меня-то, что, скажем, в этой территории тревожит, что практически никогда она не жила богата, скажем так, вне зависимости от того, соответственно, даже при советской власти, скажем так, это всегда вот была история с дачи койко-места. По вашим оценкам, с чем это может быть связано? Почему, например, даже если перенестись в не очень далекое прошлое, хотя бы лет на, там, 40 назад, почему территория Крыма как-то вот активно не развивалась, даже когда она была, ну, то есть не было границ как таковых, и не было вот этого территориального спора? Ну, вы знаете, мне кажется, во-первых, ну, все-таки основная и важная причина, действительно, в свое время еще сложность этнического состава. По крайней мере, до 40-х годов, до начала вот этих всех депортаций, этнический состав Крыма, в основном, все-таки, это были представители крымско-татарской общины, вот, и Крым воспринимался в основном как южный берег Крыма, и как здравница, как место отдыха, место лечения, в том числе еще даже в царской России, это было, мы помним, там, фактически была дача государя-императора, двух последних государей-императоров. Вся остальная территория Крыма воспринималась как такой сельскохозяйственный придаток к этой здравнице. Вот, и что-то, ну, может быть, чуть-чуть началось меняться в последующие годы, но все равно это воспринималось именно так. Наверное, это важный момент, потому что действительно большую часть нашего населения в советское годы воспринимало Крым как место, куда можно поехать отдыхать. Вот, ну, это было, в общем, естественно, на самом деле. Были еще важные историко-культурные моменты, но в основном именно это, плюс база Черноморского флота. Вот, только где-то там, насколько я понимаю, в последнее время начало развиваться серьезное образование и научно-техническое образование, особенно и в Севастополе. Вот, и начался некоторый такой заметный рост увеличения образованных людей, появление такой военной и научно-технической интеллигенции там. Но это все как раз прекратилось с концом Советского Союза. То есть это был такой медленный и постепенный рост, связанный просто с тем, что усложнились задачи военного строительства. Ну, ожидать, что в настоящий момент произойдет какой-то чудовищный рост, такой рывок, связанный с чем-то, мне кажется, очень сложно. И то хорошо, вот это, кстати, для меня было совершенно удивлением, что удалось в 2018 году вывести вот это вот... Ну, то есть, условно говоря, 6 миллионов человек посетило Крым на летний отдых, что сопоставимо с украинскими временами. Несмотря на прекращение дорожного общения, несмотря на довольно серьезные сложности, высокие цены, несмотря на то, что, в общем, конечно, даже в сравнении с Сочи, пока это все-таки уступает по качеству обслуживания, все равно, несмотря на это, Крыму удалось вернуться к прежнему числу посетителей в летнее время. Я думаю, это число еще увеличится. Так что, я думаю, потенциал есть, хотя, конечно, ожидать, что это будет какой-то мощный индустриальный рывок, конечно, наивно. Борис Вадимович, и совсем, наверное, последний вопрос. Возможно ли существование, экономически существование Крыма без дотации из центра? Я думаю, ну, ближайшие, мне кажется, лет 10, это совершенно нереально. Вот на мой взгляд. Я думаю, лет 10, может быть, даже больше, это нереально. Ожидать самоокупаемости, мне кажется, сейчас очень сложно, несмотря на, конечно, серьезное улучшение ситуации в связи с Крымским мостом. Но все равно, несмотря на это, это, конечно, совершенно большой вопрос, что, собственно говоря, и как можно вывести на какую-то самоокупаемость в ближайшее время, учитывая все эти обстоятельства, о которых я уже говорил. А если пофантазировать, фантазия, соответственно, с Украиной границ нету, и Крым экономически украинский, Украина сможет вывести Крым на самоокупаемость? В каком смысле Украина? Я просто поясню. Но имейте в виду, если у нее будет, у Украины появится неограниченный ресурс, она включит воду и начнет туда вкачивать деньги. Сможет? Ну, конечно, улучшение ситуации с Украиной, открытие водоснабжения с Северокрымским каналом, конечно, можно ожидать, что что-то будет. Другое дело, что... Но это, конечно, выходит за пределы компетенции властей Крыма. Это вопрос общеполитический, и я не знаю, что здесь можно ожидать в ближайшее время. Понял, спасибо, спасибо, что были с нами, спасибо. У нас на связи был председатель редакционного сайта, сайта «Русская идея», доцент факультета философии МГУ Борис Вадимович Межуев, 903-797-6333. Естественно, хотим узнать мнение жителей Крыма, как именно социально-экономические условия, каковы сейчас для вас. Ну, скажем, могу сказать, со стороны предпринимателей, они были не готовы к тому переходу из вольницы украинской к такой жесткой российской как налоговой, так и административной системе. Очень были не готовы. Они привыкли, прямо там, гуляй рванина. Здесь все оказалось очень-очень жестко, поэтому там многие, кто позакрывались как класс. Что пишут? Слушатели пишут пояснение. Аппетиты поставщиков чрезмерны. Необходимо проводить регулирование цен. Регулятор силовики. Никакого рынка и конкуренции. Хорошая мысль. Это правильная мысль. Да. Осталось только понять, а силовики... Ну, нет, я всегда за, зачем нам рынок и пояснение правильное. Расшифровка, так скажем. Перевод с русского на русский. Другое дело, насколько... Вот мне всегда единственное тревожит один такой маленький момент. Вот когда ищешь, не знаю, закупщика, это всегда какой-то такой долгий геморрой. Всегда нужно найти его, чтобы он разбирался в товаре. Когда ищешь маркетолога, такая же ситуация, чтобы он мог понимать, как локацию разместить. Эту локацию мог просчитать. Это еще такой сплав маркетинга и экономики. И вот еще технико-экономическое обоснование, чтобы он умел писать. А тут приходишь в любое министерство и ведомство, смотришь на человека в погонах, и он точно тебе может сказать, плевать на твой весь маркетинг. Вот мне понравилась картинка, которая совсем недавно начала гулять по интернету. Как наш глава Следственного комитета увеличивает на компьютере картинку. Он берет просто лупу, как Шерлок Холмс рассматривает. Нет, он не пользуется там ни пальцами, ни увеличить. А он берет лупу. Ну вот это правильно, я считаю. Я считаю, что такие люди должны управлять интернетом, потому что только так мы, только так победим. 903-797-6333. Обязательно нам напишите, как меняются, и все будет хорошо. Налейте по таппингу кофе, покрепите в речи Путина. Все предельно ясно, хоть я и не согласен, но слушать, как вы передергиваете, не совсем приятно. Надо уважать оппонента, тем более, а в вашем случае, даже если это президент России Петр из СССР. В речи Путина, если все вам предельно понятно, то, пожалуйста, Петр, я с большим удовольствием, если вы мне кратко, поскольку мы от этой речи немножко ушли, попробуйте в двух, ну хорошо, в двух-трех предложениях воспроизвести то, что было сказано. И мы сравним просто с оригиналом. Потому что мне непонятно, и я не передергаю. Я зачитал прямую цитату и увидел ни согласование, ни времен повторения несколько раз одних и тех же фраз, ничего незначимых. И более того, не связанные по смыслу, соответственно, вещи, которые одно к другой не относятся. А уж тем более с точки зрения экономики. Кстати говоря, то, что касается вот этой фотографии Бастрыкина с Лупой, ты знаешь, я сейчас неожиданно поняла, кого он мне напомнил в этот момент. Я только с киноперсонажем сравниваю. Здесь важно сказать, а то обидеться. Шерлок Холмс, надеюсь? Фигушки тебе. Кого? Помнишь, 17 мгновений весны, Леонид Броневой в роли Мюллера сидит, и через вот такую же огромную лупу что-то там рассматривает. Я уже не помню в какой-то одной из серий. Повторяю с киноперсонажем. Он отпечатки рассматривает, отпечатки сравнивает, отпечатки Штирлица в эту секунду. По-моему, это вот прям вот неожиданно мне сейчас так в голову пришло. А ты понимаешь, что после вот этого сейчас появятся фотожабы, построенные на твоем предположении? Ради бога, ребят, все фотожабы можете кидать нам в WhatsApp. Там мы их хотя бы увидим. Мы не только их увидим. Прям вот, знаешь, что-то как-то меня сейчас шандарахнул. Ты просто про Холмса сказал, я думаю, нет, что-то он все-таки кругловато для Холмса. А тут и по генотипу очень хорошо подходит. Ты, Дарья Санна, так договорись. Ты знаешь, что, между прочим, у нас будет третья новость про фейк-ньюс и оскорбление власти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, друзья. Так что ты... Владимир Владимирович вчера подписал нам ата-та. Так что тут вам не здесь. Исключительно с кино. Я повторяю, только с кино. Никаких других ассоциаций быть не должно. И это не Дарья Санна говорила. Вообще нет. Просто она кофе выпила и ей в голову шибануло. Это не ее слова были. Не прямая цитата. Не переключайтесь. Потапенко будет. Итак, мы продолжаем. Очень хочется, чтобы нам все-таки написали жители Крыма. Потому что нас все-таки можно слышать и видеть в интернете, если кто забыл. Нам хочется узнать именно социально-экономические изменения, которые произошли. Как вам там живется? Все отмечают, что высокий уровень цен. Говорится, что все завозное. А ранее оно какое было? Оно было не завозное, видимо. Оно там все произрастало и перестало произрастать. Да нет, оно тоже было все завозное. Поэтому хочется узнать, как вам там живется. 903-797-6333. Пишите. Ну вот ты знаешь, слушатель написал. И мне кажется, эта история касающаяся не только Крыма, а вообще. Владимир Владимирович вообще в курсе про Платон. Он цены на заправки видел. Это государство под его управлением ввело такие акцизы. Что он опять удивляется. А вообще классно получается. Государство поднимает НДС, вводит Платон. Поднимает цены на топливо, платные дороги. А виноваты в высоких ценах предприниматели. Ну, а это обычная практика. Более того, на госканалах это прямо, что называется, указивка. И по-другому никак не делается. 731, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Сергей меня зовут, или Сергей, из Нижнего Новгорода. Да, слушаем вас. Я немножко не по теме, про фотографию вот эту с лупой. Ну, давайте. Да, да. Я, значит, нисколько не сомневаюсь в способностях и в том, как эти люди знают, как с интернетом общаться и прочее. То есть я с вами согласен. Но сама фотография, если честно, наверное, неправильно ее немножко интерпретировать. Ну, давайте, давайте. Да, да, да. То есть вот недавно как раз говорили про то, как старость наступает, что такое. Вот мне полтинник недавно исполнился. У меня зрение стало чуть садиться. Вот. И когда надо что-то мелкое рассмотреть, я иногда использую лупу, и я подношу ее близко к глазу, чтобы изображение, оно оказывалось в фокусе, ну, в фокальной плоскости, да? Вот если посмотреть на эту фотографию, лупа у него большая достаточно. Это значит, что фокальное расстояние у нее, фокусное расстояние, оно большое. То есть он, наверное, все-таки это делает для того, чтобы детали не расплывались. Вот очков нет с собой у человека. Он раз так лупу к глазу подносит эту, и почетче все начинает видеть. То есть, а увеличение на самом экране, на самом мониторе, оно не спасает, не работает? Увеличение не спасает, потому что, ну, расплывается картинка. Глад не очень хорошо видит. Понимаете? То есть это как бы... Понятно. Четкость. Это я в четкости увеличиваю. Ага, четкость. Вот, в четкости дело, Дарья Александровна. Да? Спасибо за объяснение. Ну, из нас двоих только ты очки носишь. Я не до такой степени. Мне пока хватает увеличения, возможности увеличения картинки. Не забывай, что я из нас двоих стар, суперстар, собственно говоря. Да, я же давно очкарик, шо вы, Дмитрий Валерьевич. Ну, я... Слушайте... Не, мне хватает. Такое объяснение интересное. Слушайте, я не супротив, надо попробовать. Хотя у меня зрение, правда, не садится еще так. Слушателям, кстати говоря, большое спасибо. Оказывается, не мне одной пришла такая ассоциация с Леонидом Бролевым в роли Мюллера. Спасибо большое тем, кто присылает картиночки. По крайней мере, вы хотя бы... С Димой повеселили очень в перерыве. Но я бы сказал бы так. Вы, в общем-то, из-под нас вынули 15 суток и 200 тысяч штрафа. Он, правда, еще пока не введен, но тем не менее. Потому что так мы легко бы за оскорбление власти могли. Нам еще 10 суток есть возможность хоть как-то, хоть что-то произносить. Нет, я всегда... Вы знаете, я самый главный апологет нашей власти. Я истинный, в общем-то, ее певец, трибун, все остальное. Но очень хочется, чтобы все-таки жители Крыма нам дозвонились. Вот Владимир Владимирович при своем визите в Крым отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации транспорта. По его словам, на очереди находятся вопросы водоснабжения. Заявление глава государства сделал во время встречи с французскими политиками в Симферополе. По его словам, до сих пор в Крыму решались проблемы фундаментального характера, которые делали развитие полуострова невозможным. Прямая цитата. «Потому что невозможно развитие вообще ни на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла, без инфраструктуры. Здесь в Крыму очень глубокие корни развития этих отраслей. Безусловно, здесь можно добиваться общенационального результата». Вот как-то так. «У евреев проблемы с финансами. Это только в Крыму, возможно, пошутил глава государства». Прямая цитата окончила. 730, 101. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слышно? Да, слышно вас, слышно. Это Михаил беспокоит вас с Огненска. Да, слышим вас. Очень интересно сравнивать новости, которые идут сегодня и вчера. Вчера нам рассказали, как здорово с электроэнергетикой обстоят дела в Крыму. А сегодня утром рассказывают, как в Чите отключился огромный район от того же электроснабжения. И при этом я живу в Калужской области. У нас в районе Белоусова зимой где-то раза 3-4 отключается электроэнергия и очень надолго. Потому что каждый раз мы не готовы либо к снегопаду, либо еще к чему-нибудь и так далее, и так далее. И просто я рад за крымчан, что у них там наконец-то каким-то образом нормализовалось с теплоснабжением и с электроснабжением. Но у нас-то что? То есть все вот это вот происходит таким образом, что это как-то получается за наш счет. Там мост прекрасный, у нас платные дороги. И так далее, так далее, так далее. Ну вот примерно так. Ну, я думаю, что с Обнинском-то все достаточно просто. У вас же там, можно сказать, рукой подать. Хотя нет, не рукой подать. До Троицка далековато, а там, по-моему, ядерный реактор стоит. Вот от него, видимо, Обнинск надо питать. Значит, Обнинск вообще-то сам. Сам по себе тоже. Говорили о ядерной энергетике. И у вас же там был, я помню, что если его не заглушили, по-моему, у вас был экспериментальный ядреный реактор. Или у меня сейчас уже... Это все правильно. У нас первая в мире атомная электростанция. Сейчас она не вырабатывает никакого электричества, но все равно это ядерный объект. Там продолжают храниться твеллы и какой-то контроль осуществляется. Но здесь мы, если говорим про электроэнергию, то в советское время была стройная система перераспределения. То есть, а в настоящее время, хоть идет рост предприятий, допустим, там, Борсинский кластер, как у нас губернатор говорит, Но электроэнергии и новых линий появляется не так уж и много. И если они появляются, то они появляются именно для снабжения новых предприятий. А вот эти вот деревни, которые буквально в 10-15 километрах, иногда оказываются более суток отрезанными от электроснабжения. И если учесть, что сейчас у всех газовое отопление, оно завязано, опять-таки, на то, чтобы какие-то датчики тоже работали от электроэнергии. И люди оказываются и без электроэнергии, и без тепла. Хотя все красиво, все растет. В Борсино строятся, построены там, НОМК, Самсунги, Нистле, Архангельская бумага и так далее, так далее. Огромное количество предприятий. И к ним это все красиво, здорово подходит. А люди, которые живут буквально в 10-15 километрах, оказываются иногда больше, чем на сутки отрезанными от света. Ну, вот как сейчас в новостях показали ту же Чеченскую область. Ну, понятно. Спасибо. Слушайте, да, так мы дойдем до того, что лозунг «Не надо кормить Кавказ» появится лозунг «Не надо кормить Крым». Не дай боже, что доживем до этого состояния. Вот, кстати, нам по поводу твоего любимого Бастрыкина, обожаемого. Он пишет, но ведь у него есть очки, он их в другой руке держит. Ребят, я не Бастрыкин, я не знаю. Ты очки носишь, ты отвечаешь за всех очкарик. Но лупы-то у меня нет, Дмитрий Валерьевич. А я тебе подарю, между прочим. Не надо. Между прочим, у меня есть и лупа, и специальные очки, в которых я мелкие детальки собираю всегда. Такие, как показывают сумасшедших профессоров. Вот очень такая вещь, очень удобная. 903-797-6333. Все-таки нам хотелось бы, чтобы нам написали жители Крыма. Как изменилось социально-экономическое положение за последний год, за последние десятилетия. Вы слушаете нас совершенно спокойно, можете смотреть нас на видеотрансляции, можете слушать нас в интернете. Поэтому нам интересно действительно, что же происходит. Потому что предпринимательское сообщество я знаю, как восприняло и как получает, соответственно, непростые уроки. Хотелось бы узнать простого жителя Крыма. Ну и, друзья, мы продолжим эфир буквально через несколько секунд. Пока очень грустная новость. Дело в том, что на 94-м году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов Российской Федерации. Напомню, что 16 марта его госпитализировали в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве. И вот новость только что пришла по лентам. Это фильмы «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Был месяц май», «Бесконечность». Ну а в 2019 году был запланирован выход его новой картины «Невечерняя». Вот, к сожалению, такие грустные новости нам приходят. Ну, да, надеюсь, что нам их будет все меньше и меньше приходить на лентах. Хотя, конечно, возраст дает о себе знать. Мы продолжим. Не переключайтесь. Потапенко будет. Ну что, вы знаете, я хотел бы отойти чуть-чуть в сторону от визита Владимира Владимировича в Крым. Это было, есть и будет. Основное могу сказать, что это еще один дотационный регион. Причем дотационный надолго и всерьез. И я не очень понимаю, как распределять. Вот как работать с такой экономикой, когда осознанно плодятся. Вместо того, чтобы плодить именно федеративно, плодить регионы, которые хотя бы выходят в ноль. Все время плодить такие регионы, в которые нужно вкачивать постоянно деньги. Но это, нет, с точки зрения управления идеально. Когда тебе все подконтрольны, тебе делают красные штаны два раза, кук, тебе приезжают. Но ты же не вечен. Ну, так территории-то не развиваются. Ты же государь. Ну, там, пусть и в старорежимном. Но ты же должен думать на долгие времена. Ты должен мыслить стратегически. И помнить, что будет после тебя. Чтобы потом территории, когда ты уйдешь и начнет деление суверенитета, все не начали расползаться. А то так и будет у нас. У нас всего там 12 недотационных регионов. Я хотел бы, соответственно, перейти к другой новости. Хотел бы ее с вами пообсуждать. Вы знаете, правительство Японии что-то себе позволило излишнее. Нас не спросило. Но запретило так физическое наказание детей. Она приняла законопроект, запрещающий физическое наказание несовершеннолетних в качестве меры их воспитания, сообщает The Japan Times. Поправки внесли в закон о предупреждении жестокого обращения с детьми. Если парламент страны поддержит законопроект, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и социальным работникам. Если кто не знает, в Японии до сих пор практикуется физическое наказание. В феврале премьер-министр Японии Синзо Абе, Синзо, видимо, фамилия Абе, это, скорее всего, имя. Поэтому Синзо, отдельно Абе, поручил в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми. Это произошло после гибели 10-летней девочки в городе Тиба, недалеко от Токио. Она умерла в январе после того, как ее систематически избивали, лишали еды, держали на холде. Сейчас отец девочки подозреваем в насилии над ребенком арестован. Папа, это ж твое дитя. В 2018 году в Японии, по данным полициям, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей. Из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 сексуальному насилию. Я хотел бы заметить, посмотрите как-нибудь численность населения Японии и их территорию. Просто посмотрите. Будете шокированы многими вещами. К вам вопрос. 903-797-6333, если забыли. Вот законопроект. На ваш взгляд, нужен ли нам такой законопроект? И второй, самый главный вопрос, как избежать насилия над детьми. Потому что вот здесь для меня очень непростой этот вопрос. Потому что законопроект, ну вот мы сейчас обсуждаем вроде как Японию, а у нас насилия над детьми существенно больше. Законопроект, например, в российских реалиях, боюсь, ничего не поменяет. Здесь ведь тоже то, что указано в этой новости, это делал отец. Это отец девочки, подозреваемого насилия, но он арестован. У нас практически шансов на то, что семейное насилие будет как-то прекращено, он, мне кажется, нулевой. Поэтому 903-797-6333 обязательно пишите. А почему ты считаешь, что у нас он будет нереален? Ты знаешь... Необязательностью исполнения этого закона? Нет, я думаю, что, Дарья Александровна, здесь все существенно глубже. Дело все в том, что... Извини, будет длинная подводка. Мне кажется, что за последние 100 лет мы все время транслируем к вот этому монстру под названием государство, чтобы оно осуществляло насилие. Оно не давало нам свободы, не давало раскрепощения и возможности потенциала. что если мы посмотрим... Вот когда у меня была Катя Шульман, я ей задал вопрос, который я сам упустил и забыл ее до задать, а мы просто ушел на другой вопрос. Я ей задал вопрос. Вот если потенциально будут два кандидата, условный Грудинин, условный и условный Навальный, кто выиграет? Я просто знал, на самом деле, ответ на этот вопрос, потому что мы как раз... Я уже видел опросы, что там, по-моему, 67 на 33. То бишь мы, как общество, стремимся вот к этой условной, пусть и в лайтовой версии, но сильной руке. И вот это такая функция государства, как мне кажется, что она является... Ну, вот тут происходит замыкание. Государство семья, семья государства. Вот как мы... Дмитрий Иванович, мне есть, что вам ответить. Я предлагаю перенести обсуждение этой новости на после выпуска новостей. Вот за что я люблю Дарь Сан, но все-таки...